добрый вечер добрый добрый мы христиане православные проповедуем христа распятого и воскресшего о боге вы услышите желаете что-нибудь вы прям такой это самый да мы верующие зашли сюда чтобы верю в святую троицу отца сына и святого духа зашли сюда чтобы людям какой конфессии вы придерживаете мы христа придерживаемся не конфессии я понимаю христа православные христиане православные христиане вот зашли людям рассказать о боге до московский только сейчас где-то пришел может полчаса 15 минут назад богородицы успения успения богородицы это где такая казань дербышки казани вы просто не знаю дали улицу да но огнет когда не примерно это кремле да когда мне в казань то много храмов это такой есть район дербышки называется вот там прям около озера храма озеро может быть отказание частенько бывает вот так не помню ну вот там есть храм он там единственный а вы сами сказали да да скажем но в кремле то работает храма работы да там такие архиереи служит митрополит много на службу народа будет там или вообще ну вообще у вас ну у нас как вечерами вот сегодня мало так есть уж в принципе храм забит так стоят трупами трупами говорю стоят как стал как стал бы все мало там по нему бабушек смысле в смысле бабушек дедушек больше людей таких которые мало молодых в основном старые все понятно тех могут и когда приходят да когда когда уже поздно уже когда уже начинает это самое да уже светиться путь до когда уже так это практически уже в любой религии сейчас такой человек задумываться начинает когда у него уже плохо становится почему и чаще всего болезни запущенными становится правильно да бог если еще хорошо бог дает шанс какую-то болезнь человек одумается а так часто даже людей в церковь начинают ходить фрам ни слова божия ни священное писание ничего не знают думают что свечки ставят спасутся свои свои души спасут это им не помогу даже некоторые жена есть там разные религии да кому-то и так главное верить есть там и беспополцы всякие молока не они вне церкви в них потому что нет священства без священства не церкви стороне даже тоже достаточно давний из твои у них есть у них есть у них нету священников у них есть голова община до который как бы просто роли то исполнять но он же не священник мне нет там есть сейчас две иерархии у старообрядцев белокореницкой и еще какая-то одна они восстановили священство то есть у них есть митрополит руку положили то есть это от авансовских времен у них теперь есть рукоположение священства были были долго без них вы помните да когда я вот это разделение пошло до 1 2 перстя на 3 перстя реформа никона надо было да да но это одно только из там двоепестри перстам и очень много чего затрагивала это такой знаете визуализации то что называется раскола да а вы это какие годы это какие примерно 1600 какие-то там точно надо сейчас посмотреть что точно скажу ну а мне я думал знать смотреть то есть точно например час я точно так первый раскол никонский то ну что это надо точно знать всегда такие цифры 1663 а а это при алексей михалыч да да сейчас же смотрите как вы относитесь к тому что староверы возвращается на обратно на русскую землю это хорошо сколько и гнали из-за абсолютной чепухи то есть это чисто человеческое разделение вообще с божественниками добрый вечер шоу и все жуете раздетый голый и это проблема ну конечно как это перед людьми одетые люди другу сидят не едят же когда разговаривают вы не человек что ли я люди человек я вижу человека ну зачем так сидеть за раздетую ну шоу оденьте хотя бы счет материться вы не можете материться не марки я вам этот я вам же нет не просто с большим этим подарком можно сказать особенный я особенный конечно я пришел вам я пришел ради вашей души чтобы ваша камни пришел конечно это книга жизни а который вы можете спастись вы главное не материтесь ну давай загрузи вы выгода макетесь не материтесь подожди куда он пошел кто он и что даже давай загрузи куда он пришел давай ну вы что-то под кайфом похоже что-то у вас не то вы что-то не то нет я вижу я я вижу ахаха ахаха вы не мне не нравится вы материтесь все вот это базар это базар добрый вечер добрый вечер добрый вечер материться можно не материться да мы не матеря ну вот хорошо не материтесь пожалуйста мы не такие вот хорошо конечно вам стыдно будет потом в ю тубе ролики потому что на вас будут канал 42 миллиона просмотров 42 тысячи подписчиков канал набирайте во свете библии набирайте тому бородатый дедушка носу во свете библии во свете во свете набирать понятно вот мы что-то плохо вас слышим пропадаете почему-то попадем да вы себя увидите там в течение дней десяти в течение дней десяти примерно так его вам загрузим вы в этом канале видео будет называться чат проповедь в чат рулетки шить такое проповедь в чат рулетки будет называл вы хорошо извините еще раз блин все хватит ясть все хватит ясть все хватит вы знаете что иисус христос умер за наши грехи дом не по барабану вашей как вам это не интересно до спасение души своей не интересно то есть все умрешь лопух вырастет и все гиену огненную на всю жизнь бесконечная бесконечно но тогда вам помочь ничем не могу так бы можно было вам чем-то помочь то есть а боги у вас никаких вопросов нет у вас от ничего не интересует больше жари больше спи да так компьютерные игры играй рукоблуд порнографию смотри так что так бы я вам рассказал о боге чтобы душу свою спасли и близких своих людей создал бог не только людей создал бог все создал на вселенную что создал а кто создал бога а в том ты дело что бога никто никогда не создал он всегда был и есть ну как он же появился появился это когда во времени а когда он время сам создал тогда и не появился а как он создал время это зачем у меня спрашивать у него спросить тогда смысла никакого нету я же не бог зачем у меня спрашивать шоу бога спрашивайте в молитве спросите вам ответит а чего у меня то есть у бог я такое же творение божие и показываю что рассказываю что господь послал своего сына на землю ты задаешь такие вопросы я не задаю вопросы зачем я могу ответить на то что который касается человека что касается бога что я не могу ответить за него как называется человек который верит в бога называется верующий человек человек который верит то что его создал бог все люди верят в то что их создал бог пока не произвели искусственным над человеком такое насилие и внушили людям что они созданы точнее произошли от обезьяны никогда так никто не не знал я в этом не думал даже не верил а таком в голову никаком не придет ни какому человеку даже если бога бог создал людей кто создал модно еще раз я говорю это дело времени если создать бога это значит должно быть время так время создал сам бог вы мыслить это категориями человеческими во времени бог создал сильную во времени человека во времени а сам он вне времени? Какой Бог? Вне времени. Что? Время создалась Вселенная. Вселенной еще не было, а Бог-то был. Его не было. Вселенная произошла... Вселенная имеет сознание? Сознание имеет Вселенную? Нет. Личность. А как безличностное может породить личность? Вот камень безличности, как он может породить личность? Природа безличностная, как она может породить личность и сознание? И ты хочешь сказать, что Бог это атом какой бог создал атом а кто создал бога откуда он взялся тогда в том то и дело что взялся откуда-то я ты вот вселенной откуда-то взялась а бог-то ниоткуда не брался сильная взялась большого взрыва от большого кто эту теорию кто герой предложил большого взрыва знаете ну вот еще более чем 60 лет назад вся наука верил что вселенная бесконечная после того как священник католический предложил теорию о том что большой взрыв будет был все ее сразу отвергли сейчас ученые к этому пришли то что а что значит большой взрыв что свеча вселенной когда-то не было и она появилась у нее есть начало начала именно вот этого взрывы и пошло согласно ночь доначалу она начал и не было вселенной и это признает наука наука не признаю научу наука признает то есть и уже это официально везде что что у вселенной есть начала и будет конец а раньше на опыт не признавал создать дошло то есть о библии все верующие знали изначально что действительно бог сотворил то есть вселенную то есть у нее есть начало во времени и будет конец во времени все понимаете это же про пространство и времени это только понятие вселенной внутреннюю а мнение такого понятия не что было до начала вселенной до начала был бог нам неизвестно что там был бог был мы знаем а что еще было это был до что какой он был бог ну вот это надо открывать вот эту святую библию и читать потому что он бог неизменяем он не был он есть и сейчас то есть он всегда есть одинаковый и он справедливый милосердный в то же время он карает за грехи людей не только люди не будет то есть за каждое праздное слово допустим ты пустой слово сказал какой-то бессмысленное за это будет на страшном суде ответ перед ним у тебя и у меня как ты думаешь кто нам не дает еду бог дает еду конечно из-за этого каждый день благодарим теперь тем как нам да иду потому что мы ее растим мы выращиваем одно зал такую заповедь расти землю знаете заповедь вот кто дал так что земля растит еду откуда это делось но смогу по себе вернулась вот как сама по себе нужно устраивать хорошо а допустим допустим смотри ты сам сам по себе взялся вот и я вот микроорганизм хорошо микроорганизм сам по себе взялся мир микроорганизм был пронесен с метеорита а ведь я и наша земля она метеорита ромировал отказался от большого взрыва вселенной и то есть вселенная и породила сама по себе микроорганизм нику не кури ты можешь не курить во время разговора сейчас дым в голове будет вообще полностью ничего не поймешь если люди не курить пожалуйста на время разговора можешь не курить смотри вот у тебя в руках у тебя есть телефон вот он телефон у него есть творец вот телефон на человек ну конечно человек да если такая то есть что сложнее человек допустим или какой-то микроорганизм или телефон микроорганизм ну да а если какая-то вер почему ты не не думаешь что допустим где-то ветром надуло каких сочетания вселенной там произошли телефон сам где-то собрался такого не может понять что не может быть а микроорганизм который в миллиард раз сложнее может собраться сам ну ты о чем ты говоришь что такое вообще в голову не придет никогда это же так все было умно сделано представляешь это не в другой двигаешь встречи какой ты как тебе сказать там перерастание там такой вот ну так это же все заложили эти закон это закона такое заложено который именно направляет жизнь дают это же все делает личность понимаешь это она сама по себе то ничего ты вот хоть что ты возьми песок он сам по себе ничего не не слепит ты хоть миллиард лет его крути возьми там любой от ничего сама по себе не был из из песка можно сделать стекло вот именно что надо его взять нагреть и многим много этих процедур провести тогда только будет и ты и это должен будет сделать человек обязательно потому что кто-то другой ничего никто не сможет ничего сделать то есть он там лишь высшее существо то есть смотри песок это не бессознательная правильно не личность но берет его личность из него что-то делает то же самое вселенная бессознательный бог личность ее создал вселенную берет и делает об саму вселенную он из ничего сделал нету бога знаешь почему ты говоришь что нету бога потому что ни за что отвечать если бога нет ни за что отвечать не надо куришь а не надо отвечать хоть что хоть что и делаешь это такое только оправдание потому что написано сказал безумец в сердце им нет бога они развратились и наделали гнусные дела если ты говоришь что нет бога ты дойдешь до таких гнусных дел будешь ходить по бабам так по таким б курить пить все тебя у тебя тебя никуда не ты никуда от этого не денешься тебя дьявол утянет просто точно в ад сразу же я тебе сейчас даю возможность что ты мог стать умным поверить в бога зайди на наши ресурсы у нас потому что ты сам себя увидишь потом на ю тубе или кто-то тебя увидит тебе стыдно станет какой канал те во свете библии называется канал 42 миллиона просмотра сколько бога нет во свете библии увидишь такой бородатый дедушка нарисован с книгами красными на картинке все посмотрим все равно бога нету ну вот посмотришь если бог если бог создал человека кто-то тогда кто создал бога и ты все круче вокруг 1 не можешь сойти шли с этого нет и хочешь постигнуть пусть хочешь постигнуть у тебя что в голову то не вместится зачем ты себя так высоко ставишь тебе это невместимо для твоей головы это зачем эти такие глупости меня не за и заниматься кто создал чем кто создал бога кто создал бога так и повторяешь это если бог создал как ты говоришь людей большой взрыв как ты говоришь тот кто его создал так вот как разки бога никто не создал вот именно откуда он тогда взялся так он всегда был то если ты понимаешь если его если он всегда был то откуда взял свою не подходит вечность слова то есть у меня нет начало нет конца но он уже был бы начался понимаешь куда-то носа вот это не вмещается в тебе просто че я могу если вместить вот твою голову то что тебе не вмещается это как все равно что взять и океан и вместить понимаешь кружку но это не вмещается ты должен поверить в это и жизнь свою изменить и что у тебя такой маленький возраст 22 года а уже ты куришь 22 большой возрасте тебе сколько лет мне уже по 30 ну по 30 у меня тоже небольшой возраст я никак не курю не пью не матерюсь это бог сделал это не я так сделал что я не пью не матерю не господь у меня освободил от этих грехов хотя потащит самые самые низы просто тебя будет любая девушка то любая просто б будет тобой управлять как хочешь тебя с тобой будет управлять просто как подкаблучник просто пойдешь она тебя потому что ты себя контролировать не сможешь ты не знаешь что такое блуд что это грех большой зачем эти тебе я тебе наоборот хорошие сейчас предлагаю тебе никто это не предложит вряд ли здесь кто-то тебе такое предложит сказать сходить в храм в батюшке исповедовать свои грехи купить библию и жить по ней верующим жить очень хорошо интересно бог слышит твои молитвы отвечает в том смысла смысл жизни узнать волю божию жить по воле божией спасти свою душу и вместе с богом вечно пребывать в вечности потому что будет страшный суд за который мы дадим ответ за каждое свое дело а господь за искупил наши грехи он вошел воплотился в человека иисус христос сошел ради нас умер за наши грехи и если мы уверен в его жертву то мы будем спасены если будем жить соответственно откуда он сошел сошел с неба почему тогда он умер почему когда распяли потому что он сам себя отдал умереть за грехи людей он-то сам не согрешил он взял грех мира на себя и заплатил не за него своей смертью и на третий день воскрес потому что смерть не может удержать бога и кем же он воскрес кем-то он воскрес в теле уже в том которым и мы воскреснем в последний день почему-то уверен что мы воскреснем чем-то тени не в чем-то мы свое своем теле воскреснем но тело будет обновленные уже нетленные то есть она не будет больше поддержана подвергаться тлению не умирает и будут верно те кто не принял иисуса христа за бога будут ввержены в гиену огненную а те кто его принял и жил поверить те пойдут в царство и божие с богом вместе вот если кто-то воскрес в твоем теле не понял а если кто-то воскрес такое невозможно решила глупость можно только своем теле воскреснуть ты а почему ты не помнишь свою прошлую жизнь тогда прошлой жизни существует это выдумки пиши сам говорю что что воскреснешь воскреснешь в последний день когда будет конец из человеческой истории вы не знали все про все написано в библии как закончится как будет последний день апокалипсис здесь написано так он будет закончен в последние перед концом мира будет войны большие где треть человечества погибнет далее восядет человек властный антихрист так называемый в иерусалиме в храме русалимским и будут выдавать себя за бога и все народы поклоняться ему все примут и он будет ставить печать на правую руку и начало если ты эту печать примешь то у тебя все хорошо будет если ты ее не примешь антихрист печать то ты не сможешь ни продавать не покупать и умрешь с голоду но это будет антихрист то есть это будет дьявольский сын можно сказать и он всего будет властвовать три с половиной года три с половиной и после этого придет христос с неба и будет страшно суткой то есть он он его убьет написано как там силой уст своих и будет последний страшный суд то есть он воронска он вас вас трубит ангелы и от слова воскреснут все жившие от адама с евой до последних времен все жившие воскреснут и будет страшный суд и будет конец человеческой истории все к этому уже идет через пять миллионов лет взорвется солнце и тогда пока будет конец света а там так и написано солнце померкнет то есть написано все это вели померкнет солнце и звезды опадут и говорит силы небесные поколеблется знаете что такое силы небесные кто это такие а звезды не падут потому что звезды не падают они взрываются а падают только метеориты и кометы хорошо вы знаете что такое силы небесные вот написано силы небесной поколеблются силы небесной это ангелы архангелы херувим и серафим то есть выше ангелы божественные и они от страха начала от суда над человеком они поколеблются от страха то есть какой будет страшный суд не будет ничего будет молодой человек будет будет вы свою совесть если послушаете вы узнаете что если даже здесь в этом мире за каждой то есть если согрешишься кого-то какое-то преступление совершивший исследователь есть уголовные преступления есть преступление административное то есть есть ответственность то какая будет ответственность там когда бог высший судья творец мира будет судить он не будет судить потому что его нету я вам все сказал я спорить не буду с вами у каждого свое мнение я вам я вам возвещал истину если вы ее не примете вы погибнете просто-напросто погибните вечную смертью я имею в виду вечный вечность после смерти в гену огненную идете вот и все то есть в ад в аду будете вечером учиться я вам вы уже не скажете что вам никто об этом не сказал это в смысле она безумная придет да никто за вами не придет вы сами уже пойдете туда где вы тут чему мы соответствовали в этой жизни дьявол вас просто придет этим зубилом просто утащит туда и все так что заходите вот на наши ресурсы смотрите есть там ответы на все вопросы есть у нас есть сайт во свете библии называется сайт я заходил уже но это в youtube а есть сайт и там справа колонка там ответы на все вопросы всевозможные что отвечает господь вас то есть можно узнать мнение бога не то что люди думают а то что бог думает это все написано во святой библии вот в этой книге вы в храм то не ходите а если честно вот в храм то них нет них они когда не были там два раза был и то где у вас крест до вы крещены видите ну как зачем вы потеряли веру кто вас так растлил какой грех над вами был совершен какой он совершили грех я не спрашиваю какой грех не надо мне называть грехи свои я имею ввиду что я не теряет только из-за грехов не интересен только один вопрос откуда взялся бог бога спросите у меня у меня спрашиваете а каким его спрашивают так вот так встаньте на колени помолитесь объявите пост и молитву то есть пост не поешьте дня три не пейте встаньте на молитву и скажи господи если ты есть откройся мне это не три дня один день встаньте и скажи газ боже если ты есть откройся мне чтобы я точно знал что ты есть если вы такой эксперимент не приведете то вы не можете утверждать ничего потому что бог если вот с вашей точки зрения если он есть он должен открыться он же личность когда мне не было нужно было божьей помощи никто не помог только я сам а значит вам не нужна была помощь вот и все вы богу то не указывайте когда вам нужна помощь и когда не нужно ну как же может не дал эти проблемы почему он вам их дам вы сами себе дали эти проблемы как я вам сказал насчет бога вы так и поступите но вы сделаете обещание что если бог откроется вам что он есть что вы будете ему служить это до всей жизни своей потому что шутки с богом играть нельзя это опасно это опасно с богом играть шутки то есть вы должны решить что если он есть он вам откроется то вы должны ему служить всей своей жизни что-то не видно вас до темнота материшься что-либо там да а может ним можно не материться а то вам самим стыдно будет потом ну да слышали когда-нибудь о том что господь иисус христос сошел воплотился в человека взял наш грех на себя и умер за наши грехи слышали да да и что теперь верующего него мир вам вот спрятали лицо дошло прятаться то снимите я открыто у меня вон своя маска есть естественные у меня почти такая покороче даже одевать не надо а вы почему бреетесь ты зачем еще не паре есть у меня на просто так отнесла сильно и все ну то есть вы не вретесь вообще болеть что-то глютишь не слой добрый вечер добрый вечер но молодой человек вы в такую книгу знаете библия святая библия по ней будет судить бог мир и человека за что за то что за все дела которые он делал в теле потому что он ответственный бог создал человека личностью сознанием то есть он отвечает за свои действия и будет нести ответ перед богом вы знали об этом конечно вы не мусульманин мусульманин у вас получается вот эта книга да у нас коран да ну что здесь написано эти все прям даже не переведу это ну хоть слово там я вот не знаю меня спрашивают хоть кто-то мне может сказать что тут написано просто никто не может ответить мусульмане такие же как православные ничего не знают сейчас потому что время такое а чё почему раньше этому всему учили быть почему вы едите я не пойму вот вы садитесь есть и звоните сразу что кто-то на вас смотрел замечает делается вы не один такой их тысячи просто люди то я просто зашел и кто-то рыбу я тоже захотел и рыбу буду ставлю рыбу на кухне что нельзя сделать зачем выходить и это же просто ну неуважение какой-то к собеседнику как то есть перед ним прям сидеть вот так мусульман нет что ли таких понятий что нельзя есть перед человеком так это есть зачем это делаете не надо ни пить ни есть это не тут за для чего это делать иисус умер иисус умер за наши грехи вы знаете об этом нет я такое не знаю иисус у вас это и сопи со зачем он умер у вас его и со называют вас коране и со вот в коране и со написано что он якобы бог его то есть его изменили на распятие но его бог то есть другого человека подменил его бог не распял и его не распяли его забрал бог на небо в коране и но каранта написано позже 1000 лет на 600 а свидетели говорят что христос был распят именно он был распят а а если он не был распят то грехи все на нас на нас остались потому что да получается он не взял грех мира на себя если его не убили то значит грехи все на нас так и остаются потому что возмездие за грех смерть это даже мусульмане предстоит что если человек согрешил то должен заплатить смертью господь взял грехи мира на себя и умер на на за нас на кресте он умер но как человек потому что он воплотился в человека там очень бога человек как бог он не умирал естественно мир вам здравствуйте мы с компанией что-нибудь интересует Дорогие, идите в церковь, сходите, исповедуйтесь. К Богу вас Господь зовет к себе. Чего вы тут забыли? Здесь нечего ловить вообще. А вы что забыли здесь? Мы здесь проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди вышли из этого смрада, который здесь происходит. Не занимались теми делами, которые здесь делают. А мы просто развлекаемся. Развлекаетесь? Да. Но вы на себя зацепите грехи, которыми занимаются здесь люди. Вы их на себя сейчас будете цеплять, если будете на них смотреть. Почему? А потому что с кем поведешься, то он и берешься. Никуда не деться от этого. Вы лучше соблюдайте свое целомудрие. Никогда всякими самыми с парнями-то не гуляйте. Если они не верующие, то никогда не гуляйте с ними, не общайтесь даже. Зачем это вам надо? Только верующий человек должен быть, который вас хранить будет, и вы будете которого слушаться. Который никогда не бросит. Я вообще-то я. Я прохожу. Пока. Пока. Продолжение следует...